Зимник на замке. Движение по автодороге Нарьин-Марусинск закрыто для всех видов транспорта из-за неблагоприятной погоды. Но только ли теплая зима влияет на полноценное функционирование зимника? Женское лицо победы. В Нарьин-Маре открылась выставка, посвященная участницам Великой Отечественной войны, получившим звание Героя Советского Союза. Нарьин-Мару-85. Сегодня окружная столица отмечает юбилей. В нашем эфире поздравления от горожан. И начнем выпуск с трагического сообщения. В ночь на 8 марта по месту жительства был обнаружен мертвым полковник полиции Евгений Солонович. На место происшествия выехала следственная оперативная группа и бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть полицейского. И как сообщили в пресс-службе ведомства, смерть начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков окружной полиции не связана с его оперативно-служебной деятельностью. Вся информация о возможных причинах смерти полковника полиции, а также о провокациях при раскрытии им наркопреступлений не соответствует действительности, заявили в пресс-службе. По данному факту, Следственным комитетом России по Архангельской области и Ненецкому округу проводится проверка. Начальником окружной полиции назначена служебная проверка. Евгений Солонович, 1982 года рождения, родился и вырос в Ненецком округе. С 2002 года проходил службу на различных должностях в отделе уголовного розыска. В 2016 году назначен на должность начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому округу. За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны. Редакция телеканала «Север» приносит соболезнования родным и близким. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу предупреждает жителей Заполярья об ухудшении погодных условий на территории региона. Так, во второй половине ночи и днем 11 марта ожидается усиление ветра на восточном побережье до 20 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду. В связи с этим жителям рекомендуется без необходимости не покидать жилых помещений, а при нахождении на улице обращать внимание на слабо закрепленные конструкции и не находиться рядом с ними. Кроме того, в целях безопасности рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Движение по зимней автодороге Нарьин-Марусинск сегодня закрыто для всех видов транспорта. На работе зимника сказываются неблагоприятные погодные условия. Зима в этом году выдалась достаточно теплой, снежной и с частыми метелями и сильными порывами ветра. Но только ли погодные условия влияют на полноценное функционирование зимника? В этом вопросе попыталась разобраться наша съемочная группа, проехавшая накануне по зимнику вместе с представителями проверяющих организаций. Слово Кириллу Фролову. Выехать на зимники и вернуться обратно в Нарьин-Мар гарантирует лишь транспортное средство трекол, вездеход на шинах низкого давления. Другим автомобилям, в том числе полноприводным грузовикам, преодолеть зимнюю дорогу проблематично. Зимняя автодорога от Нарьин-Мара до границы округа с республикой Коми разделена на три участка. Первый – Лаевожский, или, как чаще говорят, отсыпка протяженностью порядка 96 километров, а также второй – это непосредственно сам зимник протяженностью около 55 километров, в соответствии с государственным контрактом содержит общество с ограниченной ответственностью из Ненинского округа «Строй-Универсал». Третий участок пути, который начинается уже после нашего зимника и тянется до границы с республикой Коми, а это еще 64 километра – зона ответственности компании из соседней республики «Темп-Дор-Строй». Впрочем, третий участок – это, собственно говоря, уже и не зимняя дорога, а обычная автомобильная трасса, содержать которую в зимних условиях соседям весьма проблематично. Первые два участка дороги – отсыпку и сам зимник – компания-подрядчик «Строй-Универсал» поддерживает в удовлетворительном состоянии. Здесь работает 16 единиц техники. На временной дороге в текущем году организован дорожно-ремонтный пункт, два КПП, установлены информационные щиты. На трассе оборудован пункт с местами для отдыха водителей на 16 койко-мест. Безусловно, из-за неблагоприятных метеоусловий, как сегодня, эти участки закрывают время от времени или ограничивают движение по ним для определенных видов транспорта. Переметы есть и будут всегда, но если зимник открыт, то они проходимы для техники. У проверяющих претензий нет. Мытарства водителей начинаются сразу после зимника. Особенно труднопроходимы первые 36 километров автодороги. Я думаю, что содержание обслуживания должно быть регулярным, независимо от погодных условий. То есть люди все равно выезжают. Допустим, как мы выехали с Печоры 3-го числа, то есть погода позволяла, попали в Пургу и вот, пожалуйста, 30 километров мы уже сутки едем. На этом участке дороги через каждые 400 метров установлены искусственные ограждения, так называемые отбойники. Это предусмотрено ГОСТом. Правда, этот ГОСТ, принятый еще в 1984 году, предназначен для Сибири и Дальнего Востока, где автомобильные трассы проходят в условиях другой климатической зоны, в лесополосе. Для дорог, которые прокладываются в тундре, продуваемой насквозь ветрами, своего ГОСТа нет, что доставляет немало проблем дорожникам. Именно на этом труднопроходимом 36-километровом участке дороги скапливаются вереницы автомобилей. Расчищает этот участок подрядчик из республики Коми откровенно плохо. Работают здесь не более трех единиц техники, которые просто не справляются с объемом работ. Вот, транспортные средства вынуждены передвигаться по узкому коридору. Понятие «встречка» отсутствует. И если один из автомобилей попадает здесь в снежный плен, то встает вся колонна. Что и происходит на самом деле. Проверяющая сторона не удовлетворена работой подрядной организации «Темпдорстрой» из республики Коми. И к подрядчику, я думаю, что будут принимены санкции. То есть мы видим, что дорогу запечатывали таким образом, чтобы открыть по недвижению, нам необходимо, наверное, сутки для того, чтобы все очистить. Мы видим, что техники маловато. Мы сейчас будем принимать все меры для того, чтобы, так сказать, открыть движение по этой дороге. Напомню, из-за теплой ветреной погоды в настоящий момент движение по зимнику закрыто для всех видов транспорта. Но работы подрядной организации, компании «Строй-Универсал» не остановлены. На зимней автодороге работает 9 единиц техники. Тракторы и бульдозеры осуществляют разбивку снежных переметов и разглаживают бровки на дороге. Кроме того, ведется дежурство на подъемах в районе рек Шапкина и Лаевош. Также один внедорожник подрядной организации дежурит на дорожно-ремонтном пункте. Проливка зимника из-за высоких температур воздуха приостановлена. Кирилл Фролов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И теперь к другим новостям. Накануне поздравления принимали все представительницы прекрасного пола. В Международный женский день глава региона Александр Цибульский отправился в родильное отделение Ненецкой окружной больницы. Губернатор поздравил женщин, которые совсем недавно стали мамами, вручил цветы и высказал слова благодарности и пожелания. Это кто? Мальчик? Мальчик Саша. Саша. Ой, мой тезик. Я вас поздравляю с вами, мальчик. С рождения, замечательная малаша. Дай Бог, чтобы у вас все в жизни было хорошо, с вами был счастливым, здоровым и радовым вас все время. Ой, спасибо. Благодарю. Я вам благодарю. Это чудо, которое на самом деле самое мамы в жизни. Добавлю, 8 марта в Ненецкой окружной больнице появился на свет один мальчик. Всего же с начала года в Заполярье родились 93 ребенка. Женское лицо Победы. Одноименная выставка, посвященная участницам Великой Отечественной войны, получившим звание Героя Советского Союза, открылась накануне Международного женского дня 8 марта в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Одной из первых с экспозицией познакомилась наша съемочная группа. Слово Ольги Русул. Более 30 стендов с биографическими данными героических защитниц Отечества. Условно выставку можно разделить на 5 блоков по видам и родам войск. Летчицы, партизанки, медики, пехотинцы и танкистки. Кроме того, представлена информация о четырех полных кавалерах Ордена Славы. Среди героинь выставки – наши землячки, ветераны войны. Внук Аниси Меркуриевны Шалониной Максим для организации стенда принес 15 медалей. В том числе Орден Великой Отечественной войны второй степени. Наградные листы, удостоверение к медалям и орденам. 12 января Аниси Меркуриевне исполнилось бы 100 лет. На Западном фронте с 44 по 45 год она была санитаркой. Призывалась она уроженка села Республики Коми. И уходила на фронт с Ниньского автономного округа. Ну и, соответственно, после завершения войны прожила всю оставшуюся жизнь в Наринмаре. Герои Великой Отечественной есть в каждой семье. И те, кто защищал родину на передовой, и те, кто всеми силами помогал в ТУ. В каждой семье живет память о той страшной войне. Мама, она жила в Смоленской области, в Дубовской район. И когда там началась бомбежка, их всех на поезд посадили и отправили под Архангельск. Вот мою маму. А родители ее были убиты. Был налет, как мама рассказывала, и снаряд попал прямо в дом. Александра Чупрова родилась в самом начале Великой Отечественной. Отец погиб. Матери пришлось взять все хозяйство на свои плечи. Была мне всего три месяца, когда папа уже не стало. Он ушел на войну, и все. И погиб там. Поэтому так не знаю. А сколько у мамы ваших детей осталось? А у нас у мамы было восемь. Осталось четверо. И я самая малая была. Я с году, мама говорила, это Саша, наверное, не выживет. И я год была в больнице. Выписали кости и кожу, можно сказать. Ну, спасибо ей, спасибо всем. Вот теперь я здесь. Среди первых посетителей много детей и подростков. По задумке организаторов экспозиции, главная идея выставки – не дать подрастающему поколению забыть подвиг нашего народа. Все подвиги очень важны для нас, потому что благодаря смелости этих женщин мы сейчас тоже живем, помним. Трагические судьбы, самоотверженная борьба за победу до конца присутствующие не могли сдержать слез. Посетители узнали о многочисленных подвигах женщин, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Говорят, есть такое выражение, что у войны не женское лицо. Но это, конечно, бесспорно так, но если так думать и рассуждать, это, конечно же, неправильно, потому что женщина тоже принесла победу весне 45-го года. И чтобы люди об этом знали, мы решили сделать вот эту выставку. Выставка «Женское лицо Победы» продлится до конца марта. Посетить ее могут все желающие. Вход бесплатный. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сегодня юбилей отмечает город Нарьинмар. 85 лет назад на карте появилась новая административная единица. В переводе с ненецкого языка Нарьинмар – это красный город. И сегодня, благодаря нашей съемочной группе, у жителей окружной столицы появилась возможность озвучить свои поздравления в эфире телеканала «Север». В череде весенних праздников есть один – день рождения Нарьинмара. Случается, что в заботах горожане забывают о нем, ведь традиционно празднование дня города переносят на сентябрь. Уж слишком суровая и изменчивая погода в начале марта для массовых гуляний. Да, конечно, день. Городу 85 лет. Вот и спешим на вручение внучке паспорта. Торжественно. Я знаю, что 8 марта был праздник, а сегодня не знаю. Но я не здешний, я приезжий. Из маленького рабочего поселка Нарьинмар вырос в красивый молодой город. Ведь 85 лет – совсем не возраст. Это скорее юность. Рассвет – самое время набираться сил и хорошеть на благо жителей. Я бы хотела, чтобы город развивался, чтобы у нас появлялись новые культурные места, чтобы у нас больше фильмов шоу, чтобы город становился красивее с каждым днем, с каждым годом. Я просто приезжаю периодически. И город, конечно, очень изменился. Настолько он вырос, настолько построено много. Красивый стал город. Вот я, наверное, года с 11-го так вот езжу. И сейчас очень хороший город стал. У меня с дожди здесь живет. Она адвокат. Во-первых, я могу сказать Нарьинмар. Яшкар-Ала у нас город. Называется Красный город. Яшкар – это Красный, а Ула – город. У вас Нарьинмар – тоже Красный город. Это уже, понимаете, какой-то символ, понимаете. Вот моя дочь сюда приехала, и я сюда приезжаю. Город настолько красивый, серьезно. Вот эти дома, понимаете, какое-то сочетание, снег, эти дома. Я летом не был здесь, а вот приезжаешь, вот настоящая, понимаете, русская зима. Ну, просто прекрасно здесь. Я хочу пожелать городу и всем жителям города Нарьинмара хорошего настроения, удачи, хороших зарплат. И чтобы было все хорошо в семьях, чтобы были все здоровы. Я бы хотел, чтобы на Арбате есть здание старой редакции, коричневое такое. В общем, у меня во время войны там жила бабушка. У нее там прошло ее детство. А сейчас он находится в таком заброшенном состоянии, то есть там все окна разбиты, но всякое косое, кривое. И было бы просто очень здорово, если бы его отреставрировали и сделали какой-нибудь музей, например, или что-то в этом роде. Так, я здесь, с которого, вообще-то давно уже живу. Да процветать, жить, процветать и улучшаться. Только больше ничего. А что больше городу пожелать? А горожанам? Да и горожанам тоже самое. Хороших зарплат, чтобы все-таки на севере живут, чтобы могли на юг ездить, отдыхать. Вы знаете, я бы пожелала вдохновления, добра, удачи, какой-то вот такой доброй-доброй, хорошей обстановки в городе, в семьях, всем благ. Чтоб мы процветали, а вместе с нами наш город. Чтоб не болели, как бы все счастливо жили, радости побольше. А вот детей, больше деток, чтоб город рос. Сегодня Наринмар красивый, современный северный город. Численность его населения составляет почти 25 тысяч человек. Несмотря на отдаленность и компактность, о нашем городе знают по всей России и за ее пределами. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Все большую актуальность набирает работа социально ориентированных НКО. И большая поддержка таким организациям оказывается за счет средств грантов, в том числе президентских. Чтобы помочь с оформлением идеи и заявок, в Наринмаре прошел семинар «Как получить грант президента России на реализацию социального проекта», который провел заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Один из ярких проектов, реализованных с помощью президентского гранта – молодежный волонтерский проект «Наследие Пустозерска» – окружного общества краеведов. Проект получил финансовую поддержку в размере почти трех миллионов рублей и вошел в российскую базу лучших практик НКО в сфере культуры. Однако останавливаться на этом руководитель общества краеведов Сергей Уваров не собирается. Мы получили два года назад, поучаствовали в конкурсе, получили поддержку. У нас был двухлетний проект. Мы его закончили в прошлом году в ноябре, в октябре. В ноябре мы отчитались. Соответственно, вот у меня появилась возможность мне лично опять попробовать поучаствовать, подать заявку. Фонд президентских грантов существует уже три года. За это время было поддержано более 6 тысяч проектов в 85 субъектах Российской Федерации. Среди них 13 проектов социально ориентированных НКО Нинецкого округа на общую сумму порядка 9 миллионов рублей. С каждым годом все больше некоммерческих организаций участвуют в различных конкурсах, проводимых за пределами региона. И все больше некоммерческих организаций участвует в конкурсах фонда президентских грантов. Поучаствовал хотя бы один раз, старается участвовать потом постоянно, потому что на самом деле понимает, что это не так сложно, что это очень хорошая возможность получить хорошую сумму и реализовать хороший проект. Фондом проводится два конкурса в год. Но для того, чтобы заявка прошла все этапы, регистрацию и содержательную экспертизу, необходимо знать о наиболее распространенных ошибках, которые допускают НКО. Об этом и не только шла речь на семинаре «Как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта». Смысл семинара в следующем не только в том, чтобы представить фонд, нас так уже хорошо знают, а в том, чтобы проговорить с организациями такую область деятельности, как социальное проектирование. Что имеется в виду? То есть как из идеи получить реальный проект, который готов к реализации. И вот если организация сможет подготовить проект, готовый к реализации, с понятным бюджетным, календарным планом, целями, задачами и проблематикой, то есть если организация сама этой проблематикой владеет, у нее высокие шансы получить поддержку. В ходе семинара участники получили ответы на вопросы, касающиеся подготовки заявок на участие в конкурсе президентских грантов. Прием заявок на второй конкурс 2020 года продлится до 31 марта. И кто знает, возможно и в этом году НКО Ненецкого округа получат достойную финансовую поддержку и снова войдут в российскую базу лучших практик. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – группа компаний «Ростфинанс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова